Дорожный движение Позитивного результата удалось добиться благодаря совершенствованию организации дорожного движения и проведению акций, направленных на повышение безопасности. В наиболее аварийных местах города установили дополнительные светофоры. Необходимо также добавить дополнительные ограждения на проспектах Московском и трактора строителей. Выполнена работа по установке светофорных объектов на территории города Чебоксара. В настоящее время ведется приемка выполненных работ. На пересечении проспекта машиностроителей. Это очаг аварийности по итогам 2021-2022 года. На пешеходных переходах по проспекту трактора строителей в районе дома 101Г. По бульвару Солнечный в районе дома 16. По улице Пирогова в районе дома 8. И также установлены информационные световые секции на светофорном объекте на пересечении Егерского бульвара и Ленинского комсомола. Всем объектам, которые были поставлены, дайте отчет, как изменилась дорожная ситуация после установки этих светофорных объектов. Есть ли необходимость таймера или лучшее необходимость кнопки вызова зеленого света для пешеходов. Аналитику соберем? Да, аналитику собрать, подумать, где как удобнее будет создать, чтобы и пешеходы не пострадали, но и заторы тоже не создавались. Контроль качества. В Чебоксарах на улице Ашмарина прошла приемка отремонтированной дороги. Работы выполнены в рамках дорожного нацпроекта. За четыре месяца дорога от ярмарки Южной до выхода на проспект Ивана Яковлева буквально преобразилась. Полностью отремонтировали участок длиной почти полтора километра. А общая площадь работ составила больше 15 тысяч квадратных метров. Для удобства пешеходов обновили тротуары, заменили два светофора и 148 дорожных знаков, а также провели озеленение. В рамках капитального ремонта на этом участке впервые в Чебоксарах реализовали новое техническое решение по отводу ливневых вод. Установили канальные водоотводные лотки. На многих дорогах отсутствует система ливневой канализации, а такие лотки предотвратят скопление воды. Это водоотводные лотки, они собирают воду с проезжей части и организованным потоком идет в существующей среде ливневой канализации. Потому что по нормативам у нас вода на проезжей части скопливаться не должна. Стоимость объекта составила около 150 миллионов. Модернизированные классы и мастерские, оборудованные современной техникой, важные составляющие качественного обучения. В стенах Чебоксарского электромеханического колледжа состоялось открытие учебно-производственного комплекса в образовательно-производственном центре. За годы сотрудничества с электромеханическим колледжем предприятия группы компаний АБС Электро наладили хорошие партнерские связи. Так в этом учебном году компания оснастила лабораторию материаловедения. На сегодня можно сказать, что федеральный проект «Профессионалитет» именно на базе Чебоксарского электромеханического колледжа реализован. И мы уже приступили к обучению наших студентов по проекту. И это невозможно было бы осуществить без наших предприятий-партнеров, которые активно участвуют в жизни колледжа. Сотрудничество с электромеханическим колледжем дает свои плоды. Регулярно на предприятиях компания проходит практику студенты профильных вузов и техникумов, постоянно проводятся экскурсии. Наша группа компаний давно сотрудничает с колледжем. Студенты колледжа не только проходят стажировку и практику, но и после окончания учебы устраиваются на работу на предприятии группы компаний АБС Электро. ВБС Электро подчеркивает, что поддержка образовательного учреждения будет продолжаться и впредь, так как в условиях дефицита квалифицированных кадров принципиально важно создавать комфортные условия для обучения студентов и, начиная с первого курса, проводить планомерную работу по профориентации. Галина Черноярова Галина Черноярова, несмотря на солидный возраст, лично приехала на прием к депутату с предложением создать аллею памяти знаменитых людей, выпускников и сотрудников Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. Там работало много талантливых композиторов, музыкальных педагогов, музыковедов. Однако для реализации этой задумки необходима помощь депутата. Территория под предлагаемой аллеей является муниципальной собственностью, и заявитель обратилась с просьбой помочь решить вопрос о передаче земли для размещения аллеи памяти в безвозмездное пользование училища. Вот если бы установить у нас аллею памяти, у нас много выдающихся композиторов, очень много выдающихся, ну, прошли. Вот. Уже скоро будет 95 лет создание училища. Это с 29-го года. Мне эта мысль очень понравилась. Хорошая мысль. Да. Ведь это не только достояние будет. Достояние республики будет. На автобусах будете приезжать. Показывать, что вот аллея памяти, такие-то, такие-то. Меня это очень вдохновило. Юрий Иванов попросил Аллу Салаеву придать ускорение реализации проекта АТОЛ, который подразумевает создание сети туристических маршрутов разной направленности и тематики. Он предложил на данном этапе включиться в проект «Большая Волжская тропа», ведь он даст возможность познакомить любителей путешествовать с разными регионами и городами на Волге. Мы, как вот энтузиасты, не в силах создать национальную тропу. В республике Татарстан создан консорциум. Туда входит дирекция по развитию природных территорий, входит архитектурное бюро, приглашены эксперты. Я предлагаю, например, в лицеменском развитии связаться с республикой Татарстан, с теми людьми, кто, например, развивает эту тропу, и съездить, перенять опыт. Ежегодный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи» хорошо известен за пределами нашего региона. Его идейный вдохновитель и организатор Евгений Суховей считают, что «Волжские встречи» смогут зазвучать по-новому, если их интегрировать в проект по развитию детского туризма. Эту идею он предложил Али Салаевой. Есть ли такая возможность тоже, повторяюсь, помочь, оказать поддержку какую-то, но не финансами, а вот именно организационно так. То есть финансами у нас участники сами платят за себя взносы. Может быть, это хорошо, может быть, и плохо, то, что мы проводим фестиваль не за счет грантов и господдержки, а за счет взносов участников. И вот они все расходы с проездом, с питанием, с проживанием, они сами решают. Но вот есть какие-то вот такие возможности, например, чтобы дети поехали в Чубаксаро, Марпасад, например, сделали материалы, да, и за лучшие материалы бы получили какие-то интересные призы такие, да, чтобы у них был стимул. К нам приходят люди, которые горят своими идеями, которые верят и хотят сделать что-то очень полезное и для нашей республики, и для нашего города. И необходима та поддержка, ну, возможность синхронизации вокруг них, тех ресурсов. Я очень рада, и мне само очень интересно, и сердце наполняет радость, что есть возможность стать с такими замечательными проектами. Отмечу, все просьбы были услышаны, зафиксированы и в скором времени будут реализованы. Целый зал для трех картин. Свежий ветер Волга, весна, большая вода и на Волге. Полотнам Левитана – почет и уважение. Разместились шедевры в отделе русского и зарубежного искусства. Это пейзажи великого русского художника. Два из них связаны с Волгой. Исаак Ильич не сразу оценил волжские виды, и в первый приезд всю красоту ему река не показала. Он даже писал Чехову, что Волга показалась ему тоскливой и мертвой. Но в последующие три летних сезона он влюбился в эти просторы и написал в поволжских городах множество произведений. Нужно было выбрать очень известные знаковые произведения, которые много раз репродуцировались, которые знают и не только специалисты, исследователи, а которые в массовом сознании тоже откликаются сразу о Левитан. Запрос от Чувашии Третьяковская галерея получила полгода назад. Обычно подготовка картин к экспонированию в других городах длится дольше, но здесь управились очень быстро. Сотрудники Третьяковки приезжали оценивать состояние музея и зала, где собирались выставлять оригиналы кисти Левитана. Как и у всех звезд, у этих шедевров обширный райдер, состоящий из 19 пунктов. Строжайшее соблюдение каждого из них – один из предметов договора между музеями. Произведениям необходимы определенные условия хранения. 18-20 градусов тепла, ни больше, ни меньше. 50-55 процентов влажности. Важен и свет. Мы измерили люксметром освещенность произведений, потому что есть определенные параметры, при которых тоже разрешается экспонировать данные произведения. Это 70-150 люкс, но не более. То есть больше 150 люкс – это уже вредно для живописи. Здесь установили две сушилки и кондиционер. И в случае, если в зале окажется много людей, что для картин тоже не очень хорошо, технику будут подстраивать под нужные параметры. Также для удобства посетителей и защиты полотен картины получили антибликовое стекло. Чувашия впервые сотрудничает с Третьяковкой. Проект стал возможным благодаря депутату Госдумы России Али Салаевой. Она и проводила переговоры с директором галереи. Для нас очень важна положительная оценка со стороны жителей, что мы благодарны, что картина сегодня у нас. Другое я попросила скорректировать время под летние месяцы, потому что те теплоходы, которые останавливаются на нашем берегу, также станут дополнительными посетителями музея, а через это и развитие, и узнаваемость нашего города. От того, насколько популярной будет выставка у жителей Чувашии, зависит и дальнейшее сотрудничество с Третьяковской галереей. Экспозиция «Три шедевра Левитана» доступна абсолютно всем. Мы подготовили обширную программу как для взрослых, так и для детей совместно с сотрудниками Третьяковской галереи. Выставка доступна по Пушкинской карте для всех наших молодых людей. Для того, чтобы все успели прикоснуться к прекрасному, музей даже изменил привычное время работы. И в эти два особенных месяца, когда здесь будут гостить шедевры Третьяковки, музей будет работать без выходных с 10 до 20 часов. Организатор конференции – Республиканская стоматологическая поликлиника. В этом году она празднует 65-летие. За эти годы пройден путь от нескольких зубоврачебных кабинетов до одной из самых крупных в республике клиник. Ее мощности сегодня доведены до 1700 посещений в день. Непрерывно обновляется материально-техническая база, модернизируется оборудование. В практику внедряются новейшие технологии. Как они используются в деле, увидели и участники конференции. Можно смело сказать, что это одна из самых лучших поликлиник, государственных поликлиник в России. Насколько правильно все выстроено. Четкая и слаженная работа всего коллектива. Очень поразила зуботехническая лаборатория. Очень высокий уровень работы зуботехнической, именно цифровой, современной методики, которые используются в работе. Поликлиника, которая действительно с гордостью носит звание республиканской поликлиники. Потому что те технологии, которые внедрены, особенно, вот меня удивила цифровая лаборатория, да. Вот самые современные технологии, которые внедрены, которые пользуются спросом, это действительно очень дорогого стоит. Также в республиканской стоматологии понимают, что технологии сегодня развиваются стремительно. Поэтому без регулярного совершенствования профессионального уровня сотрудников не обойтись. Конференция – один из способов обменяться опытом, знаниями. Главврачи ведущих поликлиник страны обсудили актуальные вопросы современной стоматологии. Самый главный, наверное, доклад, это был первый доклад, посвященный внутреннему контролю качества. Именно принципам внутреннего контроля качества и какие требования государство нам предъявляет, и на что мы должны реагировать. Участники конференции также обсудили цифровое здравоохранение и вопросы информационной безопасности для медицинских учреждений. А в завершении гости поздравили республиканскую стоматологическую поликлинику с юбилеем. Клиника была удостоена почетной грамоты Чувашской республики. Цветы, объятия и теплые слова любимым учителям. Дети и педагоги 10-й школы праздник встретили в родных стенах. На время капитального ремонта их перевели в другие школы города. Возвращение в свои обновленные классы стало долгожданным и приятным событием. Все новое, все красивое, все хорошее. У нас сегодня еще мебель чуть-чуть не дошла, мебель дойдет, еще будет прекраснее в этом кабинете. Светло, уютно, тепло, потому что школу утеплили. Школа неузнаваемая стала, очень красиво, светло, классы большие, просторные, приятно работать в такой школе. Мы приходили, помогали строителям и территорию убирали, и классы мыли, и окна мыли. Мы тоже помогали, дети помогали, родители приходили, помогали, они мебель собирали. Трехэтажное здание школы построили в 62-м году. Сейчас в нем обучается почти 1100 учеников. Учебное заведение давно нуждалось в ремонте. Износ здания составлял 65%. К масштабному обновлению приступили в апреле. За полгода здесь отремонтировали все, начиная от фундамента и заканчивая крышей. Заменили двери и частично окна. Полностью обновили стены, полы и потолок, инженерные коммуникации, входную группу и крыльцо. Для нашей школы этот день будет знаменательный, потому что 5 октября, в день учителя, в год учителя и наставника, мы, наконец-то, возвращаемся в свою родную школу. Она соответствует современным стандартам. Я не скажу, что до капитального ремонта наша школа была хуже. Нет, она была именно такого, знаете, когда к нам приезжали гости, особенно из Москвы, или еще откуда-то говорили, в вашей школе сохранился дух той советской школы. Но времена меняются, дети тоже меняются. И им хочется, глядя на другие школы, которые отремонтированы, тоже хочется какой-то новизны. Преобразились учебные кабинеты и лаборатории, коридоры, библиотека и школьный музей, актовые и спортивные залы. И даже столовая, ремонт которой в проекте не предусматривался. На модернизацию школы выделили 92 миллиона рублей. На объекте работал крупный подрядчик из Татарстана. Первый объект мы решили попробовать, поработать, изучить чувашский язык в 10-й школе. На объекте 10-й школы показался очень интересным объектом. Изначально был проект, заложен кассетный фасад, что в принципе стоило дороже. Было нам дано предложение рационально более поменять, согласовать фасад. А оставшиеся средства перераспределить на ремонт столовой. Столовая получилась яркая, красивая, что в принципе позволило нам также подарить, уже за счет собственных средств компании, подарить буквы школе и вот этот красивый мурал. По контракту работы должны были завершить к 20 августа. Как раз согласование фасада здания и затянуло ремонт еще на месяц, отмечают представители подрядчика. Мурал на стене школы, который носит имя знаменитого земляка, летчика-космонавта Андриана Николаева, выполнили чувашские художники. Также в ближайшее время завершат оформление внутри здания, украсит стендами коридоры и классы. А на следующие годы здесь планируют благоустроить пришкольную территорию. Овощи, фрукты, ягоды, мед, семена, саженцы, растения и сельхозпродукции от местных производителей теперь в шаговой доступности. И это особенно радует жителей Новоюжного района Чебоксар. Мы рады, что рядом открылся такой рынок. Очень рады. Дай Бог, чтобы процветал, чтобы фермеры приезжали, чтобы товара больше было. Открытие этого рынка всем нравится нам, местным жителям. Мы давно этого хотели. Тут все можно купить. И продукты, и фрукты, и выбор большой. Я тут недалеко живу. Тут картошку купить можно доставкой на дом. Просто привозят пенсионерам и так далее. На территории мини-рынка работают 12 ларьков. Стоимость работ по его обустройству составила 5 миллионов рублей. Места для торговли предоставляются бесплатно. Причем предлагать свою продукцию здесь могут как фермеры, так и владельцы личных подсобных хозяйств, которые хотят реализовать излишки урожая. Люди приходят сюда покупать натуральные продукты. Во-первых, удивляются, что это именно наши чувашские продукции. Людям все это нравится, пробуют. Кто-то уже повторно приходит. Напомню, фермерские рынки в Чебоксарах обновляют в рамках соглашения администрации города с Минсельхозом республики. Это удобный способ предоставить качественную продукцию жильцам нашего города. Ну и, конечно же, комфорт для продавца, который проводит здесь достаточно большое количество времени. Теперь мини-рынки для местных сельхозпроизводителей есть во всех частях города. Ранее они уже открылись в северо-западном, юго-западном районах и в центре Чебоксар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова